Мы желаем вам здоровья и говорим здравствуйте! В эфире Первоприднестровского программа о самом важном, о здоровье. И я, доктор Наталья Донцу. Вы постоянно ощущаете слабость, быстро устаете, а кожа приобрела болезненно-бледный оттенок. Это может быть признаками анемии. Итак, анемия – состояние, при котором в крови снижено количество эритроцитов или гемоглобина. При этом пациенты чувствуют слабость, вялость, сонливость и головокружение. Эритроциты – это клетки, которые содержат гемоглобин, а гемоглобин – это сложный белок, который занимается транспортом кислорода в организм и углекислого газа из организма. Молекулы гемоглобина перестают образовываться из-за недостатка железа. Это происходит по разным причинам. Во-первых, это зависит от характера питания, недостаточное употребление продуктов, в которых содержится железо или белок. Полностью лишать себя белков нельзя, потому что это строительный материал, то есть, чего состоят клетки. Допустим, я вам так расскажу. Если нормальный показатель гемоглобина эритроцитов, мы функционируем адекватно своим физиологическим потребностям. Если же он снижается, то мы проживаем с низким гемоглобином сутки за трое или даже за пять, в зависимости от того, какой показатель гемоглобина. То есть, мы стареем гораздо быстрее. Еще одна причина – хронические кровопотери или заболевания желудочно-кишечного тракта, потому что именно там происходит всасывание важного элемента. Какие-либо проблемы с всасыванием железа, то есть, недостаточно его поступают в организм с пищей, или просто он не всасывается. Проблемы, да, с желудком, потому что основное место, где происходит всасывание железа – это желудок и 12-перстная тишка. При анемии появляются нарушения функций органов и систем, нарушается обмен веществ и возникает кислородное голодание. Из-за этого страдает кожа, нервная и сердечно-сосудистая системы. Анемичная кожа выглядит всегда бледной, тусклой и очень выражена сухость кожи. Также страдают волосы. Из-за нарушения трофики кожи, нарушения поступления кислорода и питательных веществ в ткани, волосиные луковицы становятся слабыми, волос очень быстро выпадает. При патологии железодефицитной анемии существует очень много неврологических жалоб. В первую очередь пациенты предъявляют жалобы на недомогание, головокружение, нарушение концентрации зрения, нарушение сна, даже могут быть судороги, слабость, утомляемость и нарушение восприятия окружающей информации. Со стороны сердечно-сосудистой системы появляется тахикардия, то есть учащенное сердцебиение, развивается одышка, которую пациенты очень часто путают с сердечной одышкой, поэтому очень часто обращаются к кардиологу. А это связано с тем, что нашему сердечку, так как он выполняет насосную функцию, это тяжелая кислородозатратная функция в организме, недостаточно кислорода. За уровнем гемоглобина важно следить, от этого зависит общее состояние организма. Анемия может быть симптомом многих заболеваний. Сегодня расскажем, что это за патология и как с ней бороться. О причинах, симптомах и диагностике поговорим с гостем в нашей студии, врачом-гематологом Людмилой Бежинарь. Доброе утро, Людмила Леонидовна. Здравствуйте. По каким же причинам развивается анемия у людей? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что такое анемия. Анемия — это такое патологическое состояние, которое сопровождается снижением уровня гемоглобина и нарушением функции организма. Среди острых кровопотерь можно выделить маточные кровотечения, все острые язвы желудочно-кишечного тракта, геморроидальные кровотечения. Из хронических — это носовые кровотечения, десневые кровотечения, обильные менструации, либо же хронические кровопотери вследствие каких-либо других факторов, эрозивные гастриты. Вторую большую группу составляет анемия, связанная с недостатком веществ, которые участвуют в кровотворении. Среди них на первом месте — это железодефицитные анемии, которые связаны с недостаточным, неполноценным, несбалансированным питанием. То есть это недопоступление железа с продуктами питания? Да, в первую очередь так. Анемии, связанные с дефицитом витамина В12. И третья большая группа анемии — это анемии, связанные с большим потреблением железа, которое наблюдается у беременных женщин, у детей в подростковом и в младенческом возрасте, у людей, которые занимаются спортом. Эта категория тоже в группе риска. Но зачастую железодефицитные состояния выявляются у пациентов с хроническими заболеваниями. Да, есть отдельный вид анемии, который называется анемия хронического больного. Запускается определенный каскад реакций, которые приводят к тому, что нарушается всасывание железа, железо потребляется в большом количестве на вот эти очаги воспаления и тоже приводит к развитию анемии. А какие заболевания наиболее часто сопровождаются анемией? Вы знаете, я, наверное, не буду лукавить и скажу, что все заболевания могут привести к анемии. То есть начиная от банальной пневмонии, которая сопровождается высокой температурой, потреблением жаропонижающих средств, которые тоже являются фактором риска, сниженным аппетитом, который приводит к снижению уровня потребляемого железа, заканчивая обычным гастритом, когда нарушается всасывание железа и тоже приводит железодефицит. Причем есть ряд заболеваний, которые наиболее часто сопровождаются развитием анемии. Это вся онкология, потому что проведение химиотерапии приводит к определенным последствиям. То есть это тошнота, рвота, пониженный аппетит. Значит, непосредственно сами клетки потребляют большое количество железа, так как они растут в геометрической прогрессии. Онкологические клетки. Онкологические клетки, да. Плюс имеется предрасположенность кровопотери по тем или иным причинам. Больные с патологией щитовидной железы с гипотириозом тоже достаточно часто страдают анемиями. И больные с сахарным диабетом, ну здесь у них анемия зачастую бывает все-таки B12 дефицитная, потому что применение некоторых сахароснижающих препаратов вызывает снижение уровня витамина B12 в организме. Но человек же может употреблять большое количество продуктов, которые содержат железо, а оно просто-напросто не усваивается в организме. Да, такие моменты бывают. Это наиболее часто связано с патологией желудочно-кишечного тракта, начиная от атрофических гастритов, где непосредственно первый этап всасывания железа, и заканчивая патологией тонкого кишечника и толстого кишечника, где происходят дальнейшие процессы всасывания. Такие заболевания, как целиакия, энтериты, тоже могут приводить к дефициту железа. Общепринятое мнение, если есть железодефицитное состояние, то в организме должны быть глисты. Так ли это? Ну, дело в том, что мы вообще находимся в такой эндемической зоне, где достаточно распространены глистные инвазии. У нас достаточно много источников заражения глистными инвазиями, то есть это и земля, и недостаточно обработанные фрукты и овощи в период, это и грязные немытые руки, в том числе и в дыхании шерсти зараженных животных. И нужно сказать, что это такие организмы, которые являются паразитами, то есть они паразитируют в организме человека, соответственно, они питаются всеми необходимыми для их жизнедеятельности веществами, которые они из организма человека, соответственно, и берут. То есть это и железо, и витамин В12, уровень которых при таких заболеваниях падает. Получается, риск развития анемии и железодефицитного состояния больше у детей, у беременных женщин и у пожилых. И, соответственно, этой категории необходимо постоянно контролировать анализы крови? Да, это наиболее частые посетители врача-гематолога, и причин для этого есть несколько. То, что касается детей, есть две категории, которые наиболее часто подвержены развитию железодефицитных анемий. Это дети до года, поскольку их рацион, их питание, не позволяет им потреблять в достаточном количестве продукты, богатые железом. Как правило, это дети на грунном скармливании, на смесях, которые хоть и обогащены железом, но, тем не менее, не всегда могут полностью восполнить дефицит. И подростки с 12 лет и старше, которые, чаще всего это девочки, которые вследствие физиологических своих причин могут страдать железодефицитом как по причине ежемесячных кровопотерь физиологических, так и по причине бесконечных диет. Вторая категория – это беременные женщины, поскольку в период беременности на организм женщины ложится огромная нагрузка, поскольку она должна обеспечить не только свой организм необходимыми питательными веществами, но и организм ребенка. Причем хочу обратить внимание на то, что зачастую забывают о том, что последние 2-3 месяца беременности самые важные в плане накопления железа в организме ребенка. Если в этом периоде мама недостаточно уделяла внимание уровню гемоглобина и достаточно сбалансированному питанию, то, как правило, железодефицит ребенку обеспечен. Из группы риска в том числе дети из многоплодных беременностей и недоношенные дети, потому что вот как раз этот период, последние 2-3 месяца для них был обделен железом. И третья категория — это пожилые люди. Это люди, которые в силу возраста уже имеют определенный перечень заболеваний, каждая из которых тоже может проворцировать железодефицит. А у мужчин в принципе анемии быть не должно? По идее нет, поскольку физиологически мужчины не теряют железо в таком объеме, как женщины. Более того, мужчины больше занимаются физическим трудом, на это все требуется больше железа, соответственно, у них потребление железа, нормы потребления гораздо выше, чем у женщин. И если у мужчины развивается железодефицит, либо анемия какого-то неясного генеза, это достаточно грозный симптом и требует дополнительного обследования, потому что это может быть предвестником какого-то более серьезного заболевания. Чаще всего анемия наблюдается у людей, которые придерживаются вегетарианского типа питания. Это сложный вопрос. Вегетарианство — это все-таки достаточно однобокое направление. Растущий организм требует большого количества сбалансированных микроэлементов, в том числе и железа. И если увлекаться вегетарианством и не восполнять дефицит железа какими-то другими моментами, то есть это биологически активные добавки, либо же препараты железа, тогда рано или поздно все равно уровень гемогловины начнет снижаться и приведет к тому, что развьется железодефицитная анемия. У меня на приеме очень часто бывают люди, которые страдают анемиями и по 5, и по 10 лет. И для них им кажется, что это вариант нормы. То есть когда мне женщина говорит, а у меня нормальный гемоглобин никогда и не был. Сколько я себя помню, он у меня всегда на уровне 90-100. И я себя прекрасно при этом чувствую. При этом у нее выпадают волосы, слоятся ногти, у нее зайды в углах рта, у нее субфибрильная температура держится на уровне 37-37,2. Но при этом женщина уверена, что это любая другая причина, но не железодефицит. В процессе обследования мы иногда выявляем настолько низкий уровень сывороточного железа в районе 2 при норме 9-30, что даже удивительно, как человек с таким низким уровнем гемоглобина и железом столько времени ходит и пытается вести нормальный образ жизни. Кроме того, в вегетарианских семьях еще и дети придерживаются этого плана питания. А вот это, я бы сказала, даже опасно, потому что самый интенсивный рост – это как раз у детей. Мы все знаем, что ребенок рождается с весом 3 кг, а к году он свой вес утраивает. Никогда больше в жизни такого интенсивного роста у ребенка не будет. То есть дети постоянно растут, соответственно, на их рост требуется большое количество микроэлементов, в том числе и железа. И это очень важный момент, потому что зачастую дети начинают болеть, переносят большое количество вирусных инфекций, они ослаблены, они капризны, они могут плохо спать. То есть это все признаки железодефицита. И зачастую родители на это не обращают внимания и укрепляют иммунитет всевозможными способами, забывая о том, что банально нужно поднять уровень гемоглобина, и тогда организм заработает как положено. Кроме того, что дефицит железа ослабляет иммунную систему ребенка, он же влияет на его память, мышление. Да, зачастую дети, страдающие железодефицитом, имеют ослабленную память, у них плохая запоминаемость, они плохо переносят нагрузки, в том числе физические, психологические. И первым симптомом, по которому девочку приводят на прием к врачу-гематологу, это обморочное состояние во время физкультуры. То есть это классика жанра, я бы так сказала. Никто не обращает внимания на то, что ребенок бледный, на то, что ребенок уставший, все время спит, все списывается на хронический стресс, на нагрузки в школе. А в итоге во время физкультуры девочка банально теряет сознание, и после этого начинаются уже обследования. И в процессе обследования мы уже находим, что причина всего лишь в железодефиците. Кроме неправильного питания, какие еще причины развития анемии у детей бывают? Нужно помнить о том, что это растущий организм, и непосредственно для его роста нужно повышенное количество железа. И зачастую беременные женщины, которые тоже относятся к категории людей, которым нужно повышенное количество железа, должны помнить об этом еще до того, как беременность наступила. Потому что есть случаи, когда ко мне приходит на прием беременная девушка с низким гемоглобином, и рассказывает о том, что анемия была у ее мамы, и тоже она всю жизнь так ходила с таким гемоглобином. То есть это не повод для того, чтобы расслабляться. Наоборот, это повод для того, чтобы задуматься. Поскольку беременность сама по себе несет большую нагрузку, мама в ответе за себя и за малыша, и для того, чтобы ребенок родился здоровым, полноценным, у него не было никаких аномалий развития, для этого нужно думать об этом заранее и готовиться к беременности, соответственно, тоже заранее. То есть девушка, которая планирует забеременеть, должна быть сама здорова, с нормальным уровнем сывороточного железа, с нормальным гемоглобином, с высоким достаточно ферритином. Да, для того, чтобы у ребенка не было анемии, мама должна быть в первую очередь здорова. Анемия часто встречается у беременных. Снижение уровня гемоглобина диагностируется примерно в 40% случаев. А ведь это ухудшает самочувствие как матери, так и ребенка. Низкий уровень гемоглобина во время беременности считается нормой. Это связано с увеличением объема жидкости, а значит и объема крови. Если для небеременной норма 120-140 грамм на литр крови, то для будущей матери 110. Вот эти запасы железа, которые необходимы ребенку, он откуда берет? Соответственно, у мамы. Очень интенсивно он начинает поглощать запасы маминой железа в 16-й неделе развития, потому что у него формируется собственная система кроветворения и необходимые элементы, железо, гемоглобин, конечно же, он берет у мамы. Анемия для беременной опасное состояние. Оно имеет серьезные последствия как для матери, так и для малыша. Самое грозное и самое опасное, к чему оно приводит, это тканевая гипоксия. Гемоглобин, он захватывает кислород из легких и переносит тканем. То есть тканевой такой газообмен, метаболизм. Если у нас нехватка железа, соответственно, падает количество гемоглобина. Нам не хватает на наш организм, а особенно на организм ребеночка, вот этого гемоглобина, который бы захватил кислород и перенесло его к нашим тканям, либо тканям малыша. Еще анемия может привести к угрозе прерывания беременности. Преждевременные отслойки плаценты, задержки развития плода или анемии в первые годы жизни ребенка. Клинически анемия легкой степени, как правило, у беременных фактически не проявляется. Анемия уже, когда у женщины ниже 100-90 грамм на литр гемоглобин, то она может предъявлять жалобы нам на слабость, головокружение, утомляемость, нарушение сна. Это бессонница ночью и сонливость днем. Это мушки перед глазами, нарушение зрения. Анемии подвержены все женщины, поэтому ее важно лечить. А для этого необходимо проходить все обследования и, конечно, правильно питаться. Как влияет дефицит железа на пожилого человека? Ну, как я уже говорила, что пожилые люди к своему возрасту имеют уже определенный набор заболеваний, каждая из которых в большей или меньшей степени может влиять в том числе и на то, что появляется анемия. Дело в том, что анемия не всегда явно проявляется, и при первом взгляде на человека не всегда можно с полной уверенностью сказать, что у него есть железодефицитная анемия. Один из симптомов анемии – это одышка, которая встречается и при сердечно-сосудистой патологии. Зачастую пожилые пациенты принимают этот симптом как проявление обострения сердечных заболеваний. Да, и идут лечиться у кардиолога. И идут лечиться у кардиолога, усиливают гипотензивную терапию. У пожилых людей появление отечности на голенях и стопах трактуются как проявление сердечно-сосудистой патологии, которую они пытаются лечить мочегонными средствами, не находя причину в виде железодефицита. Плюс нарушен процесс пищеварения, поскольку желудочно-кишечный тракт имеет сопутствующие уже какие-то заболевания. Нужно помнить о том, что гемоглобин, эритроциты – это красные кровяные тельца, которые транспортируют в первую очередь кислород. И это основная функция эритроцитов. И при снижении уровня гемоглобина у человека наступает кислородное голодание всех органов и систем, и в первую очередь страдает головной мозг. То есть у пожилых людей это тоже проявляется прогрессированием имеющихся нарушений мозгового кровообращения, которые люди пытаются компенсировать применением стимулирующих препаратов для улучшения мозгового кровотока. Хотя причина совсем в другом. В таком случае у них прогрессирует ухудшение памяти, головокружение, слабость, сонливость, либо наоборот нарушение сна, которые трактуются как проявление нарушения общей мозговых симптомов. На самом деле это может быть тоже признаком дефицита железа. Анемия у пожилых может быть не только железодефицитная, но и B12 дефицитная. А по каким причинам она развивается? B12 дефицитная анемия в пожилом возрасте это достаточно частое явление, поскольку к такому возрастному периоду, как 70-80 лет, заканчиваются запасы B12, которые могут в организме быть. B12 поступает только из пищи. Соответственно, если нарушается этот процесс, либо же есть какие-то сопутствующие заболевания, которые усугубляют течение B12 дефицитной анемии, тот же сахарный диабет, о котором мы говорили, это приводит к тому, что уровень B12 падает. И кроме тех симптомов, которые характерны для обычной железодефицитной анемии, то есть слабость, головокружение, одышка, бледность кожных покровов, присоединяются еще неврологические симптомы, такие как шаткость походки, парастезия, то есть нарушение чувствительности в кончиках, пальцах, рук и ног. Люди это трактуют как, опять же, неврологическую симптоматику и зачастую лечатся у невролога. А причина находится в дефиците витамина B12. Это как-то можно проверить? Есть определенные анализы на уровень витамина B12, которые можно сдать и определить содержание витамина B12 в крови. А почему зачастую бывает, что все внешние признаки железодефицита налицо? Человек бледный, ногти слоятся, волосы выпадают. Он сдает анализ крови, а гемоглобин у него 110-120. То есть вроде бы анемии нет. Ну вот по данным ВОЗ есть несколько периодов, несколько предвестников, скажем так, железодефицитной анемии. Есть прелатентный дефицит железа, который в принципе клинически еще ничем не проявляется. Но если сдать более углубленные анализы, то можно увидеть, что уровень их начинает потихонечку снижаться. То есть это бессимптомный железодефицит. А какой анализ нужно сдать? Показателем будет уровень ферритина крови, который в этом случае будет снижаться. Второй период – это уже латентный дефицит железа, которым по данным ВОЗ страдает до 20% населения Земли. Когда появляются какие-то минимальные клинические проявления, на уровень гемоглобина пока остается в пределах норм. Но если сдать дополнительные исследования в виде сывороточного железа и уровня ферритина, то они тоже начинают уже неуклонно идти вниз. И третье – это уже развернутая картина железодефицитной анемии, в которой все симптомы, которые описываются в литературе, появляются. Получается, когда мы в анализе крови уже видим дефицит гемоглобина и эритроцитов, то это запущенное состояние? Это уже развернутая клиническая, явная клиника железодефицитной анемии. А какой критический уровень железа в организме? В процессе работы я встречаю иногда людей с гемоглобином 40, 45, 50. При этом бывают такие случаи, что они приходят своими ногами на прием. Настолько человек привык к этому уровню железодефицита. Но в любом случае анемия тяжелой степени, это 70 и ниже, является уже серьезным симптомом, требует дообследования и определенных мероприятий со стороны медиков. То есть это показания для переливания эритроцитарной массы. Диагноз анемии ставится на основании анализа крови. Центральными показателями являются количество эритроцитов и гемоглобина. Что это за параметры и в каких пределах они должны быть? Как правило, диагноз анемия ставится на основании анализа крови. Центральными показателями при этом являются количество эритроцитов и гемоглобина. Дальше идут расчетные показатели, при которых мы определяем, какая это анемия гипохромная или гиперхромная, макроцитарная или микроцитарная. Что здесь, в этих показателях, мы пытаемся найти. Дело в том, что гипохромная анемия – это, как правило, железодефицитная анемия или постгеморрагическая анемия, то есть когда человек в течение какого-то времени теряет кровь, кровотечение. Это могут быть хронические, это могут быть спонтанные кровотечения. Для уточнения характера анемии используют анализы сывороточного железа, фолиевой кислоты, проверяют уровень витамина В12 и ферритина. Это такой комплекс белков, который депонирует железо в организме и чаще всего скрытую форму анемии, то есть когда мы еще не видим понижение гемоглобина, как раз понижение ферритина нам уже указывает на анемию. Кроме того, врач может назначить еще несколько анализов. Они позволяют распознать вид анемии. Используется несколько параметров. Это содержание и концентрация гемоглобина в эритроците. Это таких вот два показателя, которые хорошо указывают на снижение и повышение цифр. Если цифры снижаются, мы понимаем, что это гипохромная анемия. И показатели изменения объема эритроцитов. Эти показатели показывают нам макроцитоз и микроцитоз, то есть крупные клетки или клетки мелкие. Как правило, мелкие клетки – это при железодефицитных анемиях. Крупные клетки мы получаем при В12 и фолиеводефицитной анемии. Анализ крови желательно брать из вены, а не из пальца, потому что при нажатии на палец происходит сдавливание сосуда и разрушение форменных элементов крови. А значит, исследование получится неточным. В чем заключается лечение железодефицитной анемии? При лечении железодефицитной анемии мы в первую очередь уделяем большое внимание сбалансированному питанию. Второй момент – это прием препаратов железа. Препараты железа можно разделить на две большие группы. Это препараты пероральные, то есть те, которые употребляются в виде таблеток, сиропов, капсул. Либо препараты парентеральные, которые можно применять внутримышечно, либо внутривенно. Замечено, что прием препаратов железа пероральный и парентеральный практически на одном и том же уровне повышают уровень гемоглобин спустя 2-3 недели. То есть одна из ошибок, вот хотела бы отметить родителей, либо беременных, те, кто болеет железодефицитом, это то, что они начинают контролировать уровень гемоглобина каждую неделю. За неделю в организме, к сожалению, еще таких явных изменений не произойдет. Повышение уровня гемоглобина наблюдается через 2-3-4 недели регулярного приема препаратов железа. Какие препараты железа лучше, двухвалентные или трехвалентные? Существует два вида препаратов железа двухвалентные, которые лучше всасываются, но имеют больше побочных эффектов, и трехвалентные, которые всасываются немножко дольше, но имеют меньше побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, таких как тошнота, рвота, запоры. Поэтому конкретно определение, какой препарат мы должны назначить человеку, мы смотрим уже непосредственно по нему. То есть если человек имеет сопутствующую гастроэнтерологическую патологию со стороны желудочно-кишечного тракта, то ему предпочтительны все-таки препараты трехвалентного железа, чтобы меньше раздражать желудок, кишечник и вызывать побочные эффекты. Но процесс восстановления будет дольше? Чуть-чуть дольше, да. Для, допустим, деток больше приемлема форма в виде сиропов, поскольку дети с трудом пьют таблетки, скажем так. Для людей пожилого возраста тоже приемлемы либо сиропы, если он не страдает сахарным диабетом, либо же капсулированные формы, которые меньше повреждают и воздействуют на желудочно-кишечный тракт. Для лучшего усвоения железа нужны какие-то микроэлементы? Доказано, что препараты железа желательно сочетать с витамином С, витамином В6, витаминами группы В, В12, фолиевой кислотой, для того, чтобы все вместе в комплексе, все эти микроэлементы и витамины участвуют в кроветворении. Более того, нужно не забывать о том, как правильно принимать препараты железа, что препараты железа не сочетаются с молочными продуктами, поскольку там содержится кальций, а здесь железо, они между собой конкурируют, и в результате не всасывается железо в том объеме, в котором нужно. Это одна из ошибок наших мам, которые иногда приходят на прием и жалуются. Они дают ребенку на протяжении 3-6 месяцев, а эффекта нет. Эффекта нет именно по этой причине, поскольку ребенок до года на грудном скармливании, соответственно, препараты железа запиваются грудным молоком, и эффекта нет. Поэтому нужно помнить, что препараты железа нужно принимать в промежутках между приемами пищи, либо за час до еды, либо через 2 часа после, и стараться не запивать молочными продуктами, чаем, либо кофе, потому что в чае содержится танин, он тоже препятствует сасыванию железа. Спасибо большое, Людмила Леонидовна. Что делать, чтобы избежать развития анемии? Конечно же, правильно питаться. Об этом расскажем в рубрике «Профилактическая медицина». От усталости железа, от сонливости витамины – все это есть в яйцах, рыбе и, конечно, мясе. Доказано – в 100 граммах говядины столько железа, сколько в 3 килограммах яблок или граната. Ценное вещество есть в гречке, горохе, фасоли и белых грибах. И помним о зерновых. Добавляем в рацион ячневую, перловую, манную, крупы и рис. Они богаты белками, жирами и углеводами. Сбалансированное меню дополнит здоровый образ жизни. Особенно страдает от нехватки кислорода организм курильщиков. При этом анализ крови обнаружить проблему низкого гемоглобина не всегда может. Никотин, впадая в кровь, связывает СО2 и превращает его в агрессивный патологический метгемоглобин, который никакой пользы не приносит, только вред. Идем дальше. Избавиться от головокружения поможет свежий воздух, вечерняя прогулка по городу, красота, романтика и, конечно, здоровье. Питайтесь правильно, вовремя приходите к врачу на осмотр, тогда диагноз анемия обойдет вас стороной. Ведь болезнь проще предупредить, чем лечить. С вами была программа «Здравствуйте». Мы есть на сайте Первого Приднестровского, в социальных сетях и Ютубе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова